Всем привет! Сейчас будет рассказ про автомобили, которые стоят возле моего двора. Ну, если рассматривать их с точки зрения надежности и пользы, то, конечно, MAN уже проехал полтора миллиона километров и, в принципе, слава Богу, все нормально. Потом, значит, шестерка Жигули надежна с точки зрения своей малобюджетной и легкодоступной ремонтопригодности и, как бы, потому что, в общем, шестерка хорошая машина. Потом, на следующее место я бы, скорее, поставил бы, может быть бы, если бы, может быть бы, если бы, вот может быть бы он, вот с этим значком, ФИАТ, потому что, как бы, он коммерческий автомобиль, а ездит у меня пустым и, ну, как бы, не изнашивается. Он налегке живет в моем дворе. Редко, когда ему приходится перевезти мотоцикл. А так он пустой со мной за рулем и, может быть, еще с одним-двумя пассажирами. То есть, вот, как бы так. Ну, и вот в нашем дворе недавно появился автомобиль Hyundai Elantra четвертого года. Ну, я имею в виду 2004-го, а не какого-то там другого. 1.6 двигатель на механике. Вот. Как бы, вот, по очереди я их называю. Ну, и само собойственно BMW, которое вы видели в видео, когда я на нем ехал, как бы, тестировал. Такой вот был у меня видосик с этим автомобилем. Ну, что сказать. Да тут говорить нечего. Автомобиль очень красивый, очень интересный. Очень, 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 вообще очень. Ну, и в то же время, если он поломается, вы вспомните про это очень. И сразу же посмотрите, опять же, вот, вот туда, вот, сквозь кусты посмотрите и скажите. Вот, вот, она вся стоит. Вся. А на ней можно ехать, печку включить, не замерзнуть. И, как бы, да, даже ночью с фарами. Вот. А здесь вот и железочка, наверное, любая будет дороже, чем вот то, на чем ехать можно. В то же время, вот, иномарка, вроде как, не совсем современная. Но и для того она и не современная здесь стоит, чтобы она ехала дольше, а не просила вмешательства в двигатель и выкладывания денег, которых, собственно, и нету. Поэтому, вот такой вот выбор. Ну, а микроавтобус, он говорит сам за себя. Автобус есть автобус. У него можно посадить, положить, загрузить. Очень много чего практичный. Ну, в связи с тем, что он, все-таки, как я говорил ранее, коммерческий транспорт. И ничего в него не садят, не ложат, не грузят. Он тоже служит очень долго, очень, как бы, надежно. Поэтому, вот такой небольшой обзор техники, которая тут, как бы, вот, ну да, всем охота. Ну, вот, скол, ребят, этот скол, ну, как, примерно, там, что-то серьезное можно в той машине поменять. Тут, конечно, да, ай-яй-яй, тут полный, полный пивис, это самый, совсем вот, да. Да, ну, видели видос, тут колеса, бляха, у меня, хоть бы вам сравнить, показать. Вот моя нога, вот тут колено, оно ниже колеса. Если вот колесо, вот оно, тут у меня, а ноги-то у меня длинные, бляха, муха. Насколько что-то резина. Страшно читать, ребят. Где-то тут написано. Да. А где оно написано-то? Бриджстон какой-то, бляха, вот там, где-то внизу. Да ну и нафиг. Тут такой размер, сами видели, какой размер. Кунский, 5, 2, 3, инжектор. Ой, и этот, ну да, инжектор. Хорошая машина, хорошая, вообще хорошая. Ну, как бы, вот, все равно. В общем, можно подходить с точки зрения к автомобилям, крутости их, а можно с точки зрения их практичности. Ну, вот такой мой рассказ об автомобилях. О моей жизни автомобилей было штук под 30 уже, скорее всего. Вот, это с учетом того, что я не Барайга. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Ну, закончим-то мы на самой хорошей машине. Продолжение следует...